Приветствую вас! Начиная говорить о зависимости, мне бы хотелось немножечко сказать так. То, что вы делаете сейчас, то есть, думаете постоянно про этот сайт, общаетесь там, и вообще ведете свою жизнь, какую-то жизнь вы ведете там. Это один вариант, то есть это следствие, следствие проблемы. А причина, первая причина зависимости, она заключается в том, что вы в реальной жизни встречали дружбу, собственно, вражда, подлости, ссоры, примирение и все. Собственно, если я правильно вас понял, то этот сайт, интернет-ресурс, заменил вам реал, и далее вы перечисляете дружбу, вражду, подлости, ссоры и примирение. То есть он заменил вам это все. Почему? Потому что из реала, который являлся не очень радостным, вы предпочитали сбежать. Он на вас, условно говоря, он на вас давил, вам было в нем неприятно, и вы ушли. Ушли из него и пришли туда, где вам не то, чтобы стало лучше, не то, чтобы стало комфортнее. Я бы сказал, что вы выбрали то, где у вас больше возможностей. Я думаю, вот так это можно назвать. И тогда, если это то, что действительно отражает ваши желания, если это действительно то, что вы хотите, то есть, условно говоря, убежать от реальности, то давайте подумаем. А что же в реальной жизни у вас случилось такого, от чего вы убежали? Понятно, что в реале, как вы его называете, проблемы всегда были и они, наверное, будут. Но это не заставляет людей убегать в виртуальность. По крайней мере, это не заставляет людей убегать в виртуальность всех. То есть, понятно, что, в общем-то, каждый человек по-разному реагирует. Так вот, у вас, судя по тому, что я прочитал, в реале произошло что-то такое, с чем вы не справились и предпочли от этого избавиться, убежать. То есть, по сути, имеет место быть определенный конфликт, в реале. И этот конфликт, как ни печально, как ни неприятно может быть, он продолжает у вас быть, этот конфликт. Потому что вы его для себя не разрешили, этот конфликт. Вы его никак не решили для себя, и в результате он остался не разрешенным. Условно говоря, вопрос, который вам нужно задать, это вопрос такого плана. Почему виртуальный мир для вас более привлекательен, чем мир, например, реальный? Чем он для вас более привлекательен, реальный мир, чем виртуальный? Вот на этот вопрос и нужно ответить. Если вам виртуальный мир заменил реальность, значит на то были причины. И пока вы эти причины не устраните, пока в вашем представлении реальный мир будет куда более, например, опасным, недружественным, давящим и так далее, вам будет сложно избавиться от этой самой привычки. Потому что привычка, она же ведь появлялась не сразу, она возникала постепенно. И, соответственно, избавляться от нее тоже нужно постепенно. И, простите, но делать это нужно последовательно. Если работать только с следствием, то, условно говоря, проблема никогда не решится. Ну, вы, возможно, сможете свою зависимость там как-то частично побороть. Но всегда останется такое стремление или, может быть, склонность к тому, чтобы в нее вернуться. Если не работать с причинами. И тогда, исходя из этого, из того, что я вам сказал, давайте попробуем и определить эти самые причины. Для вас это главное. Для вас это принципиально. На самом деле. Теперь дальше. То, что вы испытываете к людям виртуальным, это, безусловно, ваша потребность. Значит, это, безусловно, ваша потребность. Потребность во взаимодействии с людьми. Потребность в том, чтобы проявлять социальную активность и так далее. То есть, с этим нельзя спорить. Это совершенно нормальная реакция и так далее. Но, во-первых, для чего вам это все? То есть, для чего вам вот эти вот переживания, если они виртуальны? Наверное, потому, что вы разочаровались удовлетворить свои же желания другим способом. Не через виртуальный мир. И давайте попробуем подумать. Почему же вы разочаровались? Как так получилось, что вы разочаровались? И нам необходимо заново учиться, возможно, строить с людьми отношения. Конечно, для начала необходимо, желательно, все-таки избавиться от первопричин. Но и заново выстраивать свои отношения с людьми тоже нужно. Потому что определенно у вас есть потребности. Они, эти потребности определенно нуждаются в выражении. Вы это выражение нашли, ну, для своих потребностей. Но оно, к сожалению, это выражение, если сказать правильно, способ удовлетворения потребностей является неверным. И вам нужно просто-напросто правильно это сделать. Правильно реализовывать свои потребности. Дальше. Следующий важный момент был, что зависимость, она развивается и живет очень хорошо, успешно, прогрессирует через ассоциативность. То есть, например, как проявляется ассоциативность? Ассоциативность проявляется в работе, ну, на ИСК, в работе интуиции. То есть, вы принимаете часть за целое, вы принимаете часть за то, что вы делаете. Обычно, например, вы приходите домой, включаете компьютер и вы помните, как вы, например, заходили на этот ресурс и вы, естественно, тоже заходите. И правда это заключается в том, что изменить вот это вам довольно сложно. По крайней мере, через собственные силы. У вас происходит такая ситуация, что вы оказываетесь во власти повторного действия, по сути дела. И это повторное действие очень сильно вам мешает. То есть, вы делаете что-то одно, вы делаете что-то одно очень долго. И потом, хотите вы или нет, вы все равно будете делать навык, закрепился. И навык необходимо развивать. Как? Через волевую регуляцию, то есть, это тренировку вашего внимания, тренировку удержания вашего внимания на определенном объекте, чтобы не отвлекаться ни на что-то другое. И таким образом вы будете действовать правильно. Но, как бы, работав вниманием, это не единственное, что вам нужно делать. Священность на мотивация. Мотивация для того, чтобы менять свое поведение. Предположим, вы измените свое внешнее поведение. Предположим, что вы станете действовать иначе. Но, если нет стимула для этого, если вас ничего не будет ждать на выходе, и очень быстро вы рискуете потерять всякое желание что-либо делать. Ну, вообще, говоря, это нормально, потому что любому человеку нужен стимул. И стимул необходимо придумать. А стимул необходимо как-то проработать для себя. И если вы сделаете это, если вы придумаете для чего вам нужно это делать, то тогда у вас появится цель. Тогда у вас появится, как бы, ну, реальная, как секретная цель для того, чтобы действовать новым для себя образом, новым для себя путем. Вот и получается, что вам необходимо работать в нескольких направлениях для того, чтобы избавиться от зависимости. Ну, лучше всего было бы, если бы вы свою энергию перенаправили на какого-нибудь человека. То есть, чтобы человек помогал вам. Не важно, чтобы это было некоторых людей. И тогда у вас, я думаю, зависимость исчезнет. В постепенный конец. Вы просто научитесь правильно удовлетворять свои потребности. Ну, это всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...